Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плеч слегка назад, вдохните на месте. Шагом, старт! Всем привет, это Тайм Триал, с вами Алексей, школа КМС. В одном из последних видео я рассказывал о том удобном оборудовании, которое есть у нас в зале. Кстати, с того времени уже добавил кое-что новенькое, я вам в последствии покажу, и обещал, что расскажу не просто, что у нас есть, а как мы это используем на наших тренировках. И конкретно это видео мы посвятим второму популярности, надувному, гимнастическому оборудованию, это гимнастическому цилиндру. Расскажу о том, как мы его используем, и помимо совершенно очевидных элементов, таких фляг, переворот, вперед, переворот, назад, покажу еще несколько интересных, не совсем очевидных элементов, которые можно тренировать при помощи гимнастических цилиндров. Для тех, кто не в курсе, гимнастический цилиндр это вот такая штука. Мы в своей школе используем цилиндры разных размеров, 60 сантиметров для детей, 80 сантиметров для подростков и 90 сантиметров для взрослых. В целом подбираем цилиндры в зависимости от взрослых спортсменов. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в сторону. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем. Основные элементы для отработки которых приобретается этот тренажер, это фляг назад и переворот вперед. Что мне нравится в первую очередь, то что тренажер снимает страх, и спортсмен сразу начинает выполнять элементы технически верно, не боясь получить травму, что особенно актуально для любителей. Во-вторых, с цилиндром спортсмены могут тренировать элемент самостоятельно, что помогает почувствовать уверенность в собственных силах. Один элемент, который можно начать изучать при помощи цилиндра, это сальто назад. Плюс и те же, для страха и возможности тренировать элемент без страховки тренера. Этот вариант изучения сальто идеально подойдет тем, кто не имеет доступа к профессиональным гимнастическим залам. Также мы используем цилиндры других упражнений, например, для совершенствования стойки на руках, выхода в стойку различными способами удержания стойки. Часто совершенствуем стойку при помощи специфического гимнастического элемента, имитации отмахов стойку на брусьях или перекладине. Не обходится без участия цилиндра и работа над укреплением пульсов туловища и растяжкой. Особенно растяжка плеч на цилиндре хорошо зарекомендовала себя и часто используется в тренировках в КМС. Если это видео было полезно, ставьте пальцы вверх, а ссылки на школу и производители я оставлю в описании. Занимайтесь гимнастикой безопасно, всем удачи и пока! Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения. Субтитры создавал DimaTorzok